Ты нарисуешь небо, я нарисую солнце тебе И мы с весенним ветром летим навстречу нашей судьбе Ты нарисуешь небо, я нарисую солнце тебе Всем привет! Это Алекс. И сегодня я хочу поделиться с вами огромнейшей радостью. И сегодня я получила подарок, очень хороший подарок и долгожданный. Я думаю, многие из вас, наверное, уже догадываются, о чём я говорю. С вчерашнего дня у меня с лица просто не сходит улыбка, потому что я до сих пор ещё в шоке. Это был такой спонтанный подарок, я даже не ожидала. И когда так всё быстро произошло, что я до сих пор ещё под впечатлением. Вот этот подарок я ждала пару месяцев точно. Вот, и никак не ожидала, что я бы получила всё, копила деньги и захотела приобрести сама. Вот. Ну, что же я получила? Это новый фотоаппарат. Это фотоаппарат Canon. Выбрала его сама. Люблю сама. Выбрала я именно Canon, потому что он считается одним из лучших и профессиональных марок для фотографов. Многие фотографы пользуются, но они пользуются профессиональными или полупрофессиональными, такими пушками, да, с большими линзами, объективами. Вот. Как бы мне такой не нужен, так как я фотограф-любитель. Вот. И я искала что-то такое небольшое, портативное, чтобы я могла носить сумочки, да, где брать с собой. Вот. Но, конечно же, качество съёмки и фотосъёмки для меня было самым главным. Вот. Конечно же, я искала такое видео, фотоаппарат, который буду снимать в качестве HD, потому что я давно мечтала загружать такие видео на YouTube, потому что я сама люблю смотреть видео в хорошем качестве. Я думаю, так же, как и вы. Вот. Так что я думаю, что подписчиков станет больше, и вам будет просто интереснее смотреть. Вот. Значит, что я могу сказать о этом фотоаппарате? Ну, он шёл у меня в такой вот коробочке. Это у меня Canon PowerShot SX210IS. Вышел этот фотоаппарат в прошлом году, в феврале. Я наводилась в раху небольшую. Это фотоаппараты серии PowerShot. Извиняюсь, была небольшая заминка. Мой друг оказался, я снимаю перед окном. Вот. И он выходил курить и посмотрел на меня из-за канала. Поэтому я очень не спускалась. Так, значит, это фотоаппарат из серии PowerShot. Вот. Серия, которая основывается на таких вот многократных зумах. Есть ещё одна версия, чуть-чуть новее и стоит немножко дороже, но я спрашивала у консультанта, как бы, в чём различие. И у новой версии есть такая функция, когда можно снимать ночью, и всё будет очень хорошо видно, потому что здесь есть такая вот штучка, да. И она, как бы, освещает, как профессиональная видеокамера, и всё хорошо передаётся, да. Видео получается светлым и в очень хорошем качестве. Вот. Поэтому я посчитала, что ночью, как бы, я снимать не очень так и буду. Поэтому я взяла именно этот фотоаппарат. Вот. Значит, как он выглядит, покажу вам. Как обычный фотоаппарат, его, как бы, нельзя держать вот так двумя руками, так как при включении открывается вспышка. Продемонстрируем его. Да, вот, значит, вырезана наша вспышка. Её можно закрыть, если она вам не нужна. Вот. И выдвигается наш объектив. Самое весёлое в этом фотоаппарате, так как здесь 14-кратный зум, так как можно догадаться, что этот объектив должен хорошо выдвигаться. И это правда. Покажу вам его. Вот так он выдвигается, да, довольно-таки большой. Вот. Но зато он просто супер придвигает на, не знаю, очень огромные расстояния, даже не знаю, сколько метров, но качество абсолютно не портится, и всё просто супер видно в офигенном качестве. Не знаю, даже Сан-Гулия будет продемонстрирует или нет. Можно попробовать вот на тех, на том шкафу, да, видите, он довольно-таки далеко находится. Попробую отсюда. Пробую сан-Гулия развернусь. Вот. И покажу вам. Вот. Очень хорошо всё видно, просто суперское качество. Ну, на эту камеру этого, конечно, не видно, но это абсолютно всё не расплывчато, и видно отсюда, что стоит вот там. Хотя я со своим зрением даже этого не вижу. Ещё мне нравится такая функция в этом фотоаппарате, да, что вот фотография у нас. Вот когда так, мы можем перевернуть его, и фотография также переворачивается, как мы хотим. Значит, здесь очень большой вот такой вот экран, который мне очень нравится. Как и во всех канонах, здесь есть такое вот колёсико с выбором различных функций. И вот здесь вы видите, как только мы поворачиваем колёсико, написано, что это за функция, да, и краткое описание. Даже тот, кто начинает пользоваться этим фотоаппаратом и не разбирается, для чего нужна та или иная функция, он легко может это понять, потому что здесь есть подсказки, вот, допустим. Вот, пейзаж, да. Оптимальный режим для съёмки пейзажей. Или там, не знаю, ручной. Вот. Я выбрала русский язык, чтобы сначала было легче разобраться. Вот. Здесь есть вот такая вот кнопочка вот эта красненькая, что очень удобно. Можно настроить любую функцию, но именно я настроила, что при нажатии этой кнопки автоматически начинается сниматься видео. Вот, что очень удобно. Не нужно это всё крутить, это колёсико, да, и что-то там ещё подстраивать. Дальше, ну, как всегда, просмотр фотографий, да, меню. И здесь есть такой вот как джойстик. Он у нас крутится, так что легко можно менять фотографии. Вот, и просматривать какие-то свои файлы. Вот. Он хорошо помещается в руке. Он абсолютно не тяжёлый. Очень компактный. Всё мне в нём нравится. Здесь есть такая вот штучка. Хотя на ней я немножко побаиваюсь носить фотоаппараты. Вот. Так что, наверное, это и было всё о моём фотоаппарате. Ждите следующих видео. Я думаю сейчас заснять одно видео и вставить этот кусочек сюда. Сделаю небольшой обзор на пробники, которые я использовала. Сделаю небольшой ревью. Вот. А заодно вы посмотрите, насколько хорошо и качественно снимает этот фотоаппарат. Так что, всем спасибо за внимание. И всем пока. Как видите, я снимаю в том же самом месте. Сразу заметно и улучшенное качество звука. И, конечно же, видео. Вы видите всё в натуральных цветах. Все мои недостатки на лице и вообще сразу видны. Это, конечно, немножко смущает. Но так всё выглядит натуральный. И я думаю, так будет и лучше. Вот. Значит, у меня собрался такой вот небольшой пакетик с всякими пробничками, которые я успела испробовать за то время, что я не снимала видео. Вот. И я хотела бы ими с вами поделиться. Значит, начнём, наверное, с уходовой косметики для волос. Значит, первое, что я испробовала... Вы видели уже эти пробники, да, которые нам давали от фирмы Керакея. Вот. Значит, я использовала кондиционер для волос. Такой вот он у меня практически полный. И это у нас не смывающийся кондиционер. Вот. Здесь написано, что он восстанавливает сухие волосы, которые были пересушены феном, либо каким-то плойками, или ещё чем-то. Вот. Здесь написано, что его нужно наносить на влажные волосы, высушенные полотенцем. Вот. Хорошо это всё распределить по волосам. И дальше высушить, да, и как-то их уложить. Вот. Я всегда как бы боялась таких кондиционеров, которые нужно оставлять на волосах, потому что раньше, которым я пользовалась, у меня после них был такой эффект грязных волос, как будто они не вымыты, и мне это не очень нравилось, поэтому я перестала ими пользоваться. И сейчас, когда я получила профессиональные пробники, я подумала, что, ну, они как бы профессиональные, значит, должен быть какой-то от них эффект. Вот. И я решила им воспользоваться. Значит, этот у меня был он такого вот белого цвета, да, такой вот как крем какой-то, я не знаю. Вот. И я его, конечно же, нанесла, ждала хорошего эффекта, но пришло время сушить волосы, и я поняла, что они у меня не высушиваются, они выглядят такими как мокрыми, волосы были слипшимися, и это было всё ужасно, и мне пришлось заново мыть голову, и просто выброшенное время, и выброшенный пробник. Вот. Поэтому мне это не очень понравилось. Не знаю, или я что-то неправильно его наношу. Если вы, девчонки, конечно, пользуетесь такими кондиционерами, да, и у вас есть какой-то эффект, и нет эффекта жирных волос, то скажите мне, как это делать. Может, я что-то не понимаю, но мне не нравится, и я решила, что больше не буду им пользоваться, хотя у меня таких пробничков ещё несколько есть. Вот. И дальше я испробовала из этой же серии что есть интенсивная восстанавливающая маска, ПХ4. Вот. Тоже написано, что на 42% ваши волосы будут сильнее, будут блестеть, и так далее. Вот. Также я носила на влажные волосы, держала маску полчаса в полициленовом мешочке. Вот. Ну, это мне эффект понравился. У меня есть ещё одна такая масочка, обязательно я ей воспользуюсь. Волосы действительно мягкие. Вот. И, ну, конечно же, маска смывающаяся. Вот. Поэтому дальше буду пользоваться только смывающимися масками. Вот. Дальше я использовала тоже два пробничка для волос от Кевина Мёрфи. Я вам показывала этот пробник в видео о лондонской неделе моды, да. Значит, здесь у нас был... Это вообще серия тоже для волос, которые пересушены фенами, плойками, да, выпрямителями. Вот. И как бы говорят, что он восстанавливает и лечит наши волосы. У меня было здесь два пробника. Это был шампунь и был тоже не смывающийся кондиционер для волос. Шампунь мне понравился, но для меня, для моих длинных волос, маленького пробничка было очень-очень мало. Здесь 7 миллилитров. И очень трудно было хорошо мыть голову. Он не очень хорошо пенится, но, в принципе, я довольна, как бы, им осталось. И дальше был такой вот кондиционер у меня. Вот. И тоже я его оставила. Конечно, эффект был не такой, как от Кера Кер, но волосы тоже были тяжелыми. И такое ощущение, как будто вот день, непомытая голова. Не знаю, мне не нравится это. Потому что я точно решила для себя, что не буду пользоваться никогда больше такими кондиционерами. Вот. И еще один пробник. Я после этого ставлю видео тоже с веб-камерой, просто показать эффект, как это выглядит у меня на лице. Вот. Только что я его нанесла на лице. Я просто увлажнила его тоником. Нанесла обычный увлажняющий крем. Вот. И с помощью своей кисти Sigma Flat Tops Kibuki, да, я нанесла эту тональную основу. Что... Так, даже на лицо уже... Что я могу сказать? Ну, вы видите, лицо блестит. Видно, что оно вот сухое, да, очень такое нежное. Я думаю, что светоотражающие частицы делают свое, да, потому что кожа блестит. И такой вот натуральный эффект. Я когда смотрела в зеркало, как бы совсем даже практически не видно, что на мне... На журнале у меня попался пробник тональной основы Clorans. Вот. Это Clorans Skin Illusion. Минеральная тональная основа, как я поняла. Taint Lumiere. Здесь SPF 10. Вот. Она со светоотражающими частицами. Вот. И написано, что будет... Вот, даже по-русски написано увлажняющий тональный крем, придающий сияние кожи Skin Illusion. Вот. Значит, цвет у меня здесь 109-й. WIT. Довольно-таки неплохо он мне подошел, но все-таки чем больше я пробую тональных основ, тем больше мне кажется, что все-таки мне нужны какие-то тональные основы с такой вот незначительной желтинкой. Не знаю почему, но мне кажется, что такие оттенки мне подойдут больше. Вот. Она, когда наносишь, она такая жирненькая и пахнет. Когда-то давно у меня была маска от Nivea, разогревающая для лица, да, очищающая поры. Она пахла таким то ли огурчиком, то ли чем. Вот. Запах здесь еще остался вот именно такой же. Но он совершенно не противный, довольно-таки приятный. Держался он у меня где-то часов 5, наверное, на лице, а потом уже на лбу у меня появился такой вот большой жирный блин. Вот. Я не использую на никакой пудры, да, чтобы просто проверить, как он наносится. Наносила я его с помощью кисти. Вот. Так что, ну, в принципе, довольно-таки неплохой. Не знаю, насколько на ранее со всеми прощаюсь. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, качество очень хорошее получится. Сама еще не видела, что снимала. Вот. Так что, всем пока и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok